Привет всем, с вами Рокес и я долго думал как назвать это видео, чтобы оно было не совсем кликбайтерским и честным по отношению к вам, но в общем лучше объяснить. Дело в том, что на просторах интернета есть умелые люди, которые делают невероятно крутые концепт-арты и эти арты очень часто можно воспринять как официальные скриншоты разработчиков и вот таких несколько появилось касательно снежной карты. Для того, чтобы вы знали вообще, что официально, что нет и в принципе иногда разработчики присматриваются к особо качественным работам, которые мы сегодня рассмотрим и они могут быть приближены к реальности и по факту может быть даже начинают работать с людьми, которые их нарисовал, мы посмотрим, что же вообще творят художники на просторах интернета, но естественно возьмем только самые качественные работы. Еще раз, ребят, хочу обратить ваше внимание, что это концепт-фан-арты, это рисовали сами пользователи по своей инициативе просто потому, что им хочется и не стоит воспринимать эту информацию как именно готовые скриншоты и то, что это 100% будет в игре, но такая вероятность есть. Что ж, первый арт, который мы видим, он невероятно крутой и честно, когда я посмотрел впервые, я реально подумал, что это скрин нового лобби со снежной картой, потому что, ну блин, вы посмотрите, насколько все круто сделано, все вот эти значки, весь этот персонаж, ваш никнейм в меню, все просто сделано идеально, ну прям не подкопаешься. Я, конечно же, не рассматривал там попиксельно, но сделаны невероятно качественно, также очень крутые детали, это снежок в руке, то есть, ну, Брэндон сам говорил, что на снежной карте мы будем кидаться как яблоками на саньке, так снежками на разминке. И также имеется на заднем фоне транспортное средство, которое уже находили в файлах игры и оно было найдено одновременно с мотороллером, который сейчас появился на карте Санок, скутер и эта тачка называется Жук, он тоже был найден, но его почему-то еще не добавили. Ну, то есть, мы видим, насколько круто подошел автор, насколько качественно сделан арт, я вот реально пока не удостоверился, что это действительно концепт арт, я все-таки думал, что это реально какой-то слив инфы, но нет, автор все-таки написал, что это он нарисовал просто по своему желанию. Но сделано невероятно круто, вот эти вот все домики, горящий свет, тоже очень атмосферно, очень приятно, ну и по факту зимняя карта должна выглядеть примерно как-то так. Если это будет вот настолько красиво, настолько круто, настолько атмосферно, то, блин, я уже хочу, чтобы поскорее наступила зима, осталось, конечно же, не так долго, но ждать, ждать, ждать приходится, но все равно в декабре мы уже должны ее увидеть. Следующее, это концепт, который вообще стал настолько популярным, что его даже опубликовали в стиме. Естественно, он тоже не является стопроцентной инфой, как что будет на зимней карте, но тем не менее, разработчики вполне могут подчеркнуть там какие-то идеи, просто лишь потому, что, ну, вы представляете, они сами опубликовали эту огромную статью, ну и действительно, автор постарался на славу. Мы сейчас можем видеть то, как, в принципе, он себе видит эту карту, даже нарисовал небольшой макет, но дело в том, что здесь карта размером 8 на 8 километров. Сами разработчики сказали, что они сделают новый, нестандартный размер, он будет, скорее всего, 6 на 6, но карта точно будет меньше, чем Эрангель и Мирамар и точно больше, чем карта Санок. Поэтому пока что вот эти вещи уже 100% неправильные, но, может быть, они просто изменят размеры. Дальше идут арты, выполненные в стиле PUBG, ну, хотя иногда где-то это даже реальные фотографии, потому что, ну, слишком уж всё хорошо, всё чётко, и это всё называется Nordheim. Автор решил так назвать новую карту и выполнил действительно очень-очень качественно, очень круто. Вот различные скриншоты, и он ещё дал несколько идей по самому геймплею и по погоде. Давайте же посмотрим, что он предложил. Первый вариант погоды — это чистый обычный день, но здесь ничего такого сверхъестественного, но выглядит тоже очень круто, очень приятно. Следующее — это снегопад. Ну, естественно, как на зимней карте, не должен падать снег, это просто невозможно. То, что такая погода 100% будет, это, ну, обязательно. Разработчики просто обязаны это сделать. Третье — это рассвет. Рассвет сейчас довольно-таки распространён в PUBG, и вполне вероятно, что разработчики его сделают на зимней карте. Ещё одна просто шикарнейшая идея — это северное сияние. Вот это будет невероятно круто. Действительно, в каких-то антарктических локациях это дело распространённое, и если разработчики реализуют настолько всё круто, настолько красиво, то огромнейшая им хвала, потому что, ну, блин, вы представляете, как это будет круто. Также уникальные режимы геймплея, которые он предложил. Первое — это холодная вода. Естественно, это не та вода, которую мы можем видеть на Эрангеле, Мирамаре или Саньке. И сказано, что, по идее, вы в ней можете провести гораздо меньше времени, вы там будете замерзать. Ну, это, в принципе, логично. Но не думаю, что разработчики что-то такое добавят. Второе — это трескающийся лёд. Естественно, на зимней карте должен быть лёд. Это 100%. И в зависимости от того, сколько человек бегает, ездите вы на нём на транспортном средстве, может быть, даже кидаете гранату, здесь тоже такое есть, то лёд, естественно, может треснуться, и ваш персонаж провалится под воду. Тоже не думаю, что разработчики такое сделают. Очень-очень сложно, но идея невероятно крутая. Следующее — это следы крови на снегу. Вообще, можно было бы это добавить и на обычных картах, но их, естественно, будет видно гораздо-гораздо меньше. На снегу они будут прям супер палевные. Но тоже не думаю, что разработчики такое добавят. Ну, просто лишь потому, что это очень сильно повлияет на геймплей, изменит баланс. Ну, и, в принципе, также очень-очень тяжёлая фигня. И не совсем она подходит для PUBG. Реализм — это, конечно же, круто, но игра должна оставаться игрой. Также автор этого концепта чуть ли не каждую локацию расписал всё очень подробно. Со скриншотами, с описанием, с тем, как он это видит, как он это обрисовывал, как бы он хотел, чтобы это было на карте. Естественно, всё это вы можете посмотреть по ссылке в описании. Очень крутой реально концепт. Но, опять же, не стоит воспринимать его на 100%. Скорее всего, то, что мы увидим действительно на зимней карте, будет очень-очень сильно отличаться от этих скриншотов. Но если хотя бы половина этих идей будет реализована, это уже будет невероятно круто и безумно интересно. Ну что ж, надеюсь, концепт-арты вам понравились так же, как и мне. И если кто-либо из ваших друзей, ну или вы видите где угодно информацию о том, что это действительно настоящие скрины от разработчиков, то знайте, что либо этот человек не шарит, либо он пытается вас обмануть. Поэтому будьте осторожнее. Ну а на этом всё. Если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Также напишите в комментариях, какие из идей вам понравились, какие нет, какой бы вы хотели видеть снежную карту. Ну и, в принципе, насколько вам зашёл первый скриншот. На мой взгляд, ну это прям реально супер жёстко. Чувак, который его сделал, по-любому должен начать работать в PUBG Corp. Ну, куда ему ещё идти с такими-то художественными талантами. Ну и до новых встреч! А следующее видео уже совсем скоро.